всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами посмотрим расклад ваше новое завтра какими вы в нем будете посмотрим что такое позитивное если карт конечно покажу вот какими вы будете в вашем будущем придумайте себе какой-нибудь короткий срок не надо большой вот максимум месяцев три но можно полгода не надо больше заказывать так позиции вы видите и мы с вами приступаем сразу позиция номер один голубенькие камешек каким будет ваше будущее я сразу без нет надо все-таки на именно сигнификацию да ладно по одной карте давайте посмотрим сигнификацию то посмотрим ваше будущее каким вы будете сегодня какой вы человек сегодня ваша сигнификация четверка жезлов позитивные позитивные радостные человечек с хорошей энергией желающие куда-то двигаться что-то делать знаете как будто бы человек который услышал какую-то хорошую новость такой знаете радостную воодушевился и поскакал вперед как-то вот реализовывать может быть какая-то действительно вам идея пришла в голову да и вы хотите ее реализовывать здесь вот что-то такое позитивное что-то такое сладкое вкусное приятное веселое задорная легкая такая очень приятная знаете хорошая энергия на сегодня эта энергия как будто бы знаете после трансформации после разрушений которые у вас были здесь чувство что вы знаете как будто бы устали бояться вот и хочется сказать я не то чтобы пустились во все тяжкие разрешили себе просто веселиться ну то есть пока я приду какой-то ситуации пока там что-то у меня произойдет чё зря знаете как это волноваться переживать когда когда придет когда что-то случится да тогда я и буду волноваться а пока я буду как-то вот наслаждаться радоваться моментом здесь разрушил разрушились какие-то страхи у вас переживания по поводу того что знаете вот как-то ничего не раз не не развивается не получается вот как будто бы не может что-то срастись вашей жизни вот вроде бы что-то делаете делаете здесь такое ощущение что как будто бы у вас не очень хорошие советники вокруг вас либо какой-то вот голос знаете что-то вам нашептывает а вот то что нашептывает это не совсем правильно даже если это человек хороший дело в том что вот он как будто бы не в теме он не такой как вы и поэтому он нашептывает вам со своей колокольни и она конечно же не будет вам созвучно потому что вы абсолютно разные тут либо это связано как-то с вашей тематикой дата то что вы развивали это свое дети детище и переживаете по этому поводу вот здесь действительно нужно просто переключиться здесь вот эти вот разрушение вы правильно сделали абсолютно что переключились на какие-то более веселые более позитивные энергии знаете как то вот на хоть сказать на любование себя себя любимого на любование как-то вот не знаю каких-то вещей которые вам приносят удовольствие наслаждения как будто бы вот как-то себя холить или леете здесь приятные энергии приятные чтобы за человек давайте в колоде посмотрю что вы за человек сейчас мне почему показали ситуацию все равно какой вы человек сейчас а пятерка мечей ну вот в этой колоде она такая интересная какой вы человек вы огненный знаете как человек который пробудил свой огонь внутренний его столько много и все от вас бегут от вашей энергетики от вашей ну как-то знаете типа не убегай куда ты бежишь любимый я тебя так за люблю да я ваша я ваша навеки ваня я ваша навеки вот какой-то вот такой сказать что это за мультик там был какого-то мультика это не помню сейчас летучий корабль что ли ваня я ваш навеки а этот ваня убежал вот здесь вот что-то такое да то есть все разогнали всех мы и страхи разгар разогнали и людей вокруг себя разогнали в принципе и правильно да то есть если человек не может справиться с вашей энергетикой это просто не ваш человек очень яркий вы очень яркий человек человек который может говорить правду в лицо не боится знаете человек с достаточно хорошей самооценкой если присутствует эгоизм то правильный эгоизм присутствует да как будто бы вот человек который умеет уже здесь себя ценить знаете вот я могу себе позволить да там но обычно говорят а уже возраст такой что я могу себе позволить да что-то сделать мы уже не бояться я уже ни от кого не завишу здесь такой человек который знаете вот я уже не перед кем не отчитываю что я уже никому ничего не должен поэтому я могу делать все что я хочу я могу жить так как я хочу и вот и поступать так как я хочу вот здесь это очень ярко проявлено здесь проявлено вот ваша энергетика ваша огненность знаете как будто бы вулкан спала спал а потом пробудился и вот как говорится поперла его до извержение вулкана и вот это вот лава горячая таро прям она течет вот ваших жилых что-то у вас забурлилась что послужил то этому десятка жезлов вот я говорю здесь и здесь про страхи было я говорил что вы устали бояться вот здесь вот как будто бы какая-то ответственность не знаю может быть ситуация какая-то знаете завершилась или как-то легче себя стали ощущать груз какой-то сбросили себя вот и проще стало жить вот как-то проще стало жить вы как будто бы знаете можете уже дотянуться до того что вы хотите я не знаю как это объяснить то есть то что то что вы хотите иметь ваши жизни вы вы это уже можете иметь то есть я имею виду не в мечтах а уже в реальности да то есть вы можете уже получить то что вы хотите вам уже дается вот здесь такой интересный момент то то что вы хотели да вы как будто бы уже начали это получать после того как на что-то себя сбросили что-то себе разрешили эти вот бывают такие моменты да плюнул да ладно пускай будет как оно будет чего зря переживать да мне уже принципе терять нечего вот здесь такое ощущение что ну я знаю иногда бывает так что долги раздали все вздохнули свежий воздух грудью не вот и жизнь как-то заулыбалась и вот жить как-то лист то стало хорошо что-то вы получили такое вот это вот вас радует заметьте момент я спрашиваю что вы за человек мне не показ показываю здесь какую-то ситуацию ладно хорошо они хотят не надо каким вы будете в будущем до срок то что вы сказали самом начале загадывайте каким вы будете в будущем восьмерка пендакли из человека который смотрел как говорится знаете как ученик смотрел в рот своему учителю и старался как-то бы ему угодить показать себя проявить вы становитесь человеком как раз кино на место учителя то есть из позиции ученика вы перешли в позицию учителя причем знаете это так интересно когда когда мы дети нам всегда кажется что мы никогда не будем похожими на своих родителей а потом с возрастом ставим ну начинаем замечать что вот мы ведем себя так же как и один из наших родителей вот здесь нечто такое то есть то что вы говорили себе например когда были в позиции ученика вы стали ну что-то я так никогда не буду делать если я буду допустим учителя а вот теперь стали учителем и ведете себя также как ведут ваши учителя это например когда вы были учеником было такое желание ну скажи мне всю информацию не жили трудно а теперь когда стали допустим учителя вы понимаете что не нужно всю информацию говорить ученику да он должен сам развиваться он должен желать вот этот недостаток он его и мотивирует на поиски то есть как будто бы знаете стали понимать больше стали понимать больше здесь вот это вот ощущение до учитель и ученик мастер и человек который у него учится к ученик опять-таки да на повторе вот вы станете через полгода таким знаете достаточно уверенным человеком в себе причем здесь энергии они такие знаете размеренные они не импульсивны не так как сейчас например по пятерке мечей да все от вас убегают а вы прям ну вот как солнце которое когда близко приближаешься до к нему она начинает сжигать твою кожу ты получаешь ожоги а здесь наоборот такая знаете холодный как у дрессировщика человек который понимает что нужно сделать да как нужно укоротить того или иного например животного повадки то есть здесь человек уже ведущий уже понимающий вот и карта карта мастерства человека который не может укротить свои повадки да может укротить других людей может получить здесь вот такое ощущение ждал что вы как будто вы можете получить то что вы хотите такая пауза здесь просто вышла аркан влюбленных но мне не идет здесь выбора здесь вы не будете в выборе здесь исключение что вот вы через тот период почему-то не идет полгода не знаю может кто-то из вас полгода заказал заказала загадал такое ощущение что вы будете человеком который уже сделал этот выбор на то есть вы уже сделали этот выбор и вы уже получаете те результаты которые хотите я не знаю почему мне не показывает вас как характер а мне показывает вот почему-то может быть для вас это актуально какие-то результаты ситуации мне показаны не показывает вас как личность кем вы станете но императором знаете хорошим руководителем хорошим управленцем хорошим хозяином но здесь мне не идет жестокость мне не идет деспотизм не не идет негативные энергии здесь какие-то знаете такие милосердные почему-то я склоняюсь больше какому-то мудрецу да то есть человек который как-то своей внутренней энергии внутренней силы умеет влиять на других людей вот как будто вы знаете даже не говоря ничего а просто иногда бывает так люди когда с харизмой с такой внутренним стержнем силой духа когда просто посмотрят и все понятно да то есть если надо например замолчать человек просто на тебя посмотри даже не говоря слова ты уж понимаешь нет он помолчать какой-то вот авторитет вот вы станете авторитетным человеком не ощущение того чтобы вы какой-то выбор сделаете это может быть касаться и профессиональной сферы либо это вот именно вашего характера да мы же смотрим каким вы станете человеком уверенным вы как будто бы ощутите вот этот свое свое мастерство свой профессионализм вы проснетесь вы не будете в своем сне да здесь вот как будто бы пробуждение по аркану смерти происходит какое-то пробуждение вот вы проснулись проснулись причем долгое долгое время спали здесь вот такое ощущение вы проснулись и выпадает пашку бков вот и вы как будто бы вот это вот ваша внутренняя сила которая появляется она связана с трансформацией внутри вас вы как будто бы сместили фокус внимания с достижения каких-то целей с проявление себя в социуме на самого себя но опять-таки не просто на самого себя на изучение познания нет а на то чтобы знаете вот радоваться вот мы говорим радуйся в моменте ну то есть допустим садишься за стол есть обращаю внимание на вкус еды и что ты ешь как ты ешь на эти вот какая-то вот осознанно здесь появляется причем это осознанность она начинает вам самим нравится то есть вам как будто бы здесь нравится то как вы живете вам нравится то что вы имеете здесь вот такой такой знаете вот дорвался дорвался до того чего я хотел а теперь я имею все что я хочу и здесь очень важно получать удовольствие от этого вот вы стали таким человеком который получает уже удовольствие причем знаете это как-то вот фоново вы не хвастаетесь вы вы не скрываетесь здесь вот как-то все уместно здесь и умеренности нет и активности нет вот а так как надо понимаете почему-то мне показывают знаете человека мудреца есть такая картинка седовласый такой мужчина вот с бородой и он почему-то держит бабочку да и вот бабочка ему доверяет и она сидит у него на руке то есть он в любой момент может зажать ну то есть эту бабочку да и лишить ее жизни но он этого не делает и бабочка она понимает что она сидит на руке человека и она ему подвластно ну то есть он может сделать свою жизнь и все что хочет но при этом она ему доверяет здесь вот какой-то такой момент доверия будет люди вам как будто бы будут доверяться вот эта бабочка как символ какого-то перерождения то есть знаете когда надо я могу вытащить меч и защищать как-то вот своих любимых родных а когда надо я могу быть каким-то таким знаете глупцом стариком который может веселиться до где-то прикинуться и вот именно глупцом не показывать знаете человек который одновременно и мудрый и из-за этой мудрости он может вести себя так как он хочет может показаться где-то глупым да где-то может стать предметом на смешище для того чтобы как-то потешить самолюбие другого человека да не потому что он такое потому что он разрешает да вот ну вы же хотите посмеяться ну я вам это разрешаю да вот здесь как-то знаете человек милосердие вот идет не милосердие да то есть царь вот как-то царь давид до мудрый правитель вот здесь такое вот еще одну карту вытащу здесь была семерка кубков и королева кубков знаете такое ощущение что человек пришел гармонии вот успокоясь мне идет энергия успокоения но и успокоение не в контексте завершение чего-то знаете вот ну то есть не в плане апатии а я успокоился ничего не хочу там конец жизни все так нет а вот здесь вот такое знаете и не знаю как вам это объяснить проживание жизни это как знаете вот идет человек по улице любуется природой он идет так медленно никуда не спешит потому что он ценит каждую минуту зачем ему спешить куда-то когда спешишь куда-то ты спешишь концу твоя жизнь проходит и спешишь к смерти по сути и вот здесь вот ощущение того что человек это осознает он никуда не спешит потому что он знает что он будет всегда во время и вот он как будто бы смотрит на людей до которые куда-то торопится находится в какой-то суете потом смотрит на них и он улыбается не потому что он насмеивается над ними а он улыбается потому что он видит них себя что он когда-то был таким каким-то узнать вот глупцом жил как-то не так а сейчас пришло вот это вот нас ощущение что а зачем искать какие-то смыслы а зачем что-то вообще сделать к чему-то стремится то что нужно она придет главное вот сидеть даже не то чтобы сидеть а проживать жизнь и своей энергии притягивать то что необходимо причем даже и притягивать ничего не надо ваш внутренний свет он сам станет таким ярким вот то что я началась четверки жезлов что он притянет он как будто бы знаете вот как черная дыра только здесь белая дыра которая в свое поле манит понимать здесь не то что притягивает манит и вам как будто бы ничего не надо я не знаю здесь какой-то такой уровень когда вам даже думать не надо о том чтобы то что вы хотите здесь ну вот как знаете раньше например вы возможно ставили какие-то цели да вот хочу вот это и понимали что надо что-то совершить какие-то действия вы их совершали а сейчас как будто бы знаете такое ощущение что а зачем что-то делать я даже и желать не хочу не потому что у вас нету желания а потому что вы четко знаете что то что вам нужно она сама к вам придет ваша задача как будто бы наслаждаться на вот именно наслаждаться тем что приходит потому что здесь вот такое глубокое мудрое понимание что если пришло значит оно нужно неважно в плюс минус пришло значит я его проживу и вот в этом какой-то вот какое-то удовлетворение и кайф есть вот в этом понимании вот таким человеком вы станете королева кубков человек который реализовывает свои желания без озвучивания его даже вселенной то здесь даже озвучивать не надо как будто бы то что вам приходит вы знаете что это то что я мне и так надо и за пришел какой-то человек и вы благодарны потому что вы знаете что это тот человек который тот человек который нужен мне в плане плюс минус а именно нужный человек как будто бы знать вот ненужное она не приходит вашу жизнь к вам притягивается все что нужно как-то так здесь по первой позиции не знаю как еще описать позиция номер два красненький камешек смотрим кто вы сейчас а потом загадаете период но как я уже говорил по первой позиции максимум до шести месяцев не загадывайте больше кто вы сейчас сейчас человек который адаптируется к тому к той ситуации к тому пространство в котором вы живете вы как будто бы не хотите себя потерять и других не подделываться и на других вы не похоже здесь не про белую ворону а здесь про павлина не знаю почему павлин вниз как будто бы павлин среди страусов так забавно они чем-то похожи я не знаю как то вот своей пушистостью что ли перьев а но при этом вы как будто бы очень гармонично вписываетесь среди этих страусов то есть вы и вокруг вас эти страусы и вам комфортно и им комфортно при том что есть разница и она заметна но не напрягает ни одну сторону ни другую вот это вот какое-то что-то такое новое и вы адаптируетесь в этой среде сейчас здесь чувство что вы как будто бы не замечаете ничего вокруг себя кроме того творения которое вы хотите создать на перспективу наверное поэтому вам и комфортно среди страусов потому что вы их не видите а им как будто бы все равно что вы есть поэтому здесь сейчас что-то такое а что вы создаете как-то на перспективу но вы опять создаете королева кубков создаете себя создаете человека знаете такое чувство что вы как будто бы какой-то кульбит сделали то есть вы были королевой кубков потом что-то произошло вы стали какой-то другой стихии может быть где-то как-то жезловой попробовали быть поняли что это не ваше мечовые тоже как-то вот вам не заходят педакли вы его не хотите и вы снова вернулись кубковой то знаете как будто бы разные стадии прошли и поняли что а лучше чем я есть то есть и лучшего я себя создать не могу то есть я как будто бы уже такая либо такой какой и должен быть то есть знаете здесь человек которому пришло понимание пришел инсайт того что вы идеальны такими каким вас создал творец то есть вы павлин и и это прекрасно вы не смогли бы быть не страусами не индюками и не курицами не петухами то есть вот знаете вы родились именно той птицей и орлом вы бы не смогли быть и дельфином тоже потому что кому-то нравится здесь дельфины вы родились тем человеком каким вы являетесь здесь такое ощущение почему я сказала кульбит знаете как будто бы человек везде постранствовал везде побывал везде всего по узнавал и в конечном итоге как будто бы знаете здесь религия вот я как будто бы родился тыс там я побывал там я не знаю у католиков и протестантов православных в исламе иудеев и в конечном итоге я выбрал для себя там я не знаю паганистическую какую-то систему то есть вот я вот как будто бы везде все обходил и я понял что если я родился там где-то в каком-то месте я не знаю там шаманы были к примеру вот мне моё это вот шаманизм зачем что-то меня зачем что-то придумывать когда я когда за меня уже придумал творец мне просто нужно это принять вот здесь вот вот это вот понимание и она классно на самом деле знаете когда как говорится в гостях хорошо а дома лучше как бы какой бы дома этот не был но вы дома все равно лучше лучше дома нету нигде чтобы за человек еще сейчас какой-то нездоровый император который схватился за голову и думает ну то есть вы знаете как будто бы чувство что вы попробовали брать на себя какие-то мужские качества и поняли не ваши независимо от того от вашего пола до мужчина вы или женщина ну мягкий характер мой мягкий характер чтобы делать но такие люди тоже нужны да что то здесь такое есть такое чувство вот что я натворил что я натворил но вот этого что я натворил а она и привело к тому что вы как будто бы примите себя таким каким вы есть сейчас на данный момент да и это классно это классность выпадает уж кубка до принятия принятия здесь может быть знаете иногда бывает так люди ходят на разные курсы разным там мастерам все пробует и понимаешь что не работает потому что не может все работать для всех каждый человек индивидуально у каждого своя фишка и задача не ходить по тренингам и чему-то обучаться а изучать себя свою уникальность свою индивидуальность и и потом ее принять вот в чем задача а когда мы перенимаем на себя другие качества как например ну вот если по природе быть такой женщины как говорится гром бабой до который все решает зачем ей учиться быть мягкой покладистой да будет у нее партнер который будет ее уравновешивать ее противоположность но есть ним комфортно до неприятно до хочется что-то другое но когда что-то другое имеешь то понимаешь что ну не моё она не моё здесь что-то такое вот вы здесь как будто бы прошли большой путь и вы поняли что но если я буду там белые вороны то окей классно белая ворона она тоже нужно вот это ваше сейчас состояние кем вы станете каким вы будете в вашем будущем да я имею ввиду вот по характеру может быть человеком нам покажет а хоть статус не знаю каким вы будете вот умеренность ну вот это ваша природа такая знаете безмятежность расслабленность украшение рыбки императрица заметьте великие арканы до императрица и аркан солнце представляете какая прелесть вы будете как раз таки вот долгое время я говорила людям второй позиции особенно если смотрит женщины до что вы стремитесь стать как раз таки императрицы и вот все как-то у вас не получалось а вот здесь вот такое ощущение что тот период который вы себе загадали вы придете здесь не придете это у вас уже есть но вы почему-то не замечали это смотрите умеренность императрица солнце императрица и солнце ну что может быть лучше вы придете как раз ки вот к этому состоянию да то есть вы станете этим человеком который будет излучать ту энергию которой вы наполнены такой знаете мягкую приятную обволакивающую добрую заботливую не спешащую расслабленную знаете как говорят плывет лебедушка вот почему то я не знаю почему мне сегодня все птицы у вас идут лебедь теперь пошла плывет лебедушка то есть такое знаете вот плавные действия даже если вы мужчина вот это вот состояние нерасторопность то есть медленности спокойствия здесь не про уверенность а здесь вот как будто бы ну это тварь это ваш ритм с чем себя ломать да то есть если вы жаворонок а здесь не такое ощущение что люди жаворонки но ты же хорошо зачем вам быть собой здесь вот вы будете как раз таки человеком который есть знаете императрица такая достаточно жесткая а в силу своей какой-то вы знаете уверенности а здесь вы будете к императрицы тоже как то своеобразной императрицы маленьким королем хочется мне сказать не королевы а вот таким знаете маленьким королем даже это не принц а вот какой-то вот маленький король маленькие плане вот как возраста как ребенок а король потому что есть статус интересно вы станете победителем да здесь будет изменение здесь будет изменение вы выйдете из того состояния в котором находитесь сейчас прибывает то что я говорил какой-то вот расстроенный император да здесь будет завершение какой-то ситуации и и будет продвижение вы победите да вы сможете уйти вы сможете выйти из того состояния здесь будет завершение вот то что у вас сейчас происходит это все завершится вы станете победителем вы получите то что вы заслужили знаете почему не потому что вам внешний мир это даст а здесь потому что вы это внутри себя примите здесь вот вы примите себя человеком что да я щедрый я добрый я открытый ну что по солнышку что поделать где открытый человек я не могу там я не знаю что как-то сдерживать свои эмоции я не могу где-то что-то утаивать молчать мне нравится вот говорить правду так как есть на самом деле мне нравится как-то вот общаться я позитивный человек зачем это скрывать да только потому что кто-то не завидовал либо потому что кому кому-то это не нравится нет но здесь такое чувство что вы принимаете да по королю мечей вы принимаете себя вот вопрос в этом принимаете себя своих тараканов принимаете то что иногда зависаете принимаете то что иногда вам страшно не знаю что здесь произойдет но вот такое вот ощущение как будто бы знаете я наконец-таки принял себя вот тем павлином которые я увидела самом начале но это здорово молодцы я вас поздравляю ведь это самое классное принять себя таким человеком какие как каким я есть они каким хочу казаться или каким меня видят другие люди это огромный прогресс на самом деле это очень умиротворяет это очень успокаивает и расслабляет почему то чтобы не нужно носить никакие маски и тогда люди с вами начинают взаимодействовать иначе такая позиция третья позиция смотрим троечки кто вы сейчас если покажет то что мне сегодня показывают какие-то ситуации которые происходят кто вы сейчас человек которому знаете что-то нравится экспериментировать что-то пробовать разное абсолютно те который может идти в разном направлении по своей сути по своей природе человек победители готовы такой знаете все преодолевать настойчивый упрямый человек который идет к своим каким-то знаете целям который ставит но с другой стороны человек которого сейчас может быть жизни что то разрушилась на то есть идут какие-то перемены человек который очень многое потерял в своей жизни а здесь на самом деле если выходит башню до как а сигнификатор человека это всегда человек который ищет свою нишу этот человек который детстве всегда нуждался в каком-то принятие любви и внимания если он не получал то это тот человек который может сам себя травмировать знаете вот иногда прошел где-то ударился либо смотришь на руку на ногу где-то синяк где ударился как ударился ничего не помню знаете как это самонаказание здесь по башне люди которым важно именно найти свое место да вы не любите постоянство вам нравится движение вам нравится все время преодолевать себя поиспробовать себя на прочность но это лишь потому что вы как будто вы не можете найти то чем вам нужно заниматься вот причем это знаете какое-то внутреннее ощущение вроде бы вы вкладывать и складывать во что-то потом вопс взяли и разрушили то что строили человек трансформации 1 закрывай чтобы не чикнуть человек трансформации его скучно становится когда все как-то однообразно кто вы еще сейчас любят вас пятерка педаклей башня пятерка педакли человек который на данном этапе находится на коленях стоит на сидит либо стоит на коленях упал но такое бывает такое бывает ничего страшного человек который здесь понимаете вы не запутались а здесь и так который вам нужно просто пройти восьмерка мечей когда стрелы вашего вашем направлении летят вот неприятно неприятности сейчас какие-то происходит вашей жизни на и вы как будто бы карта здесь показывает маятник да и видимо которая гадает по маятнику своем будущем вы наверное вы тоже сидите и гадаете может быть здесь люди которые занимаются ритуалами практиками да в том числе и тару гадать и на какой-то системы и руны кристаллы которые гадают на свое будущее ну либо гадает помогает другим людям кто вы еще на момент здесь и сейчас новый человек который борется со своими витринными мельницами я говорю здесь этап такой здесь этап когда вот я неоднократно говорю про троек люди которые здесь шут такой интересный изображен в колоде мона лизы когда вот если вы посмотрите он как будто бы сидит не знаю насколько вам видно во первых с одним глазом да потому что вот он как будто бы не видит не зрячий а с другой стороны вот это вот шапка у него как у головной убор как у папы римского да как будто бы человека ведущего знающего вот ищущие подаяния какой-то помощи не видит человек который не видит сейчас куда он идет потерянный потерянный человек человек который утратил тратил свой путь утратил в прямом смысле все знаете хочешь сказать отобрали отобрали имущество отобрали деньги как-то обманули посмеялись насмеялись опять опять ситуацию сегодня у меня такой расклад я хочу чтобы мне показали вас как личность а мне показывают ситуации причем по всем позиции ладно и башню тоже достаточно хорошо давайте посмотрим кем вы станете через тот период который вы себе загадали не загадывайте большой период кем вы станете каким будет ваше будущее либо вы в этом будущем либо ну вот то что вас будет окружать в этом будущем мне показывают аквариум не могу понять то ли и рыбки или кто-то из вас хочет аквариум с рыбками купить если есть такое желание туда она исполнится кольцо фортуны перемены будут перемены перемены знаете как будто бы завершится этап наказание хочется сказать что вот эти вот долги до будет все отданы то есть вот это вот девочка да как будто бы ее который постоянно наказывали она как будто бы знаете вот повзрослеет и уже вот эти вот детские страхи наказания они будут не не властны над ней то есть не будет вот этого желания как-то знаете вот управлять до ситуации здесь человек повзрослеет однозначно психологически каркан колесницы повзрослее причем колесницы неоднократно у меня и в прошлом раскладе тоже она выпадала только в другой колоде здесь вы знаете как-то начнете заботиться о себе и вот это вот новая забота о себе вот как-то знаете я и мой внутренний ребенок и мы двигаемся в будущее как-то не уверена да я не знаю куда я иду вот как вот поэтому шуту да глаза глаза закрыты завязаны я слепой я не вижу но я как-то вот в полном доверии в полном доверии и двигаюсь будущее страхи здесь выпадает не обращая внимание на страхи невзирая ни на что вы как будто бы идете именно к самому к себе к принятию себя к единению самим собой так давно не было дьявола у вас дьявол о чем нет здесь хороший диа вот здесь как будто вы знаете идет вот именно взросление и осознание осознание своей собственной ценности осознание того кем вы являетесь на самом деле эти вот принятия себя принятия себя как личности вот вы идете к становлению себя на эти психологически зрелой личности да здесь как будто бы вот что-то идет какое-то исцеление вы взрослеете мне энергия такая достаточно взрослая а затем вы еще станете через тот период который вы загадали человек который наконец-таки выйдет из своей башни из своего заточения из своих страхов опять луна выпадает из каких-то своих взглядов на жизнь достаточно ну обманчивых да здесь идет завершение вы найдете решение вы найдете решение как выйти из своего повешенного состояния вы найдете баланс да как вам дальше жить баланс между страданиями и дальнейшими движениями здесь вот знаете тот период который вы загадали вы найдете то решение которое поможет вам выйти из застоя выйти из ситуации когда очень сильно переживали у вас ничего не получалось вам было как-то больно вот тройка мечей на повторе у нас да да только мечей каким человеком вы станете мне ситуацию показывают каким человеком вы станете ну помимо того что станете взрослым знаете человека который будет заниматься своим делом дайте ни на кого не обращаю внимание иду сам себе по жизни делаю то что я хочу я говорю успокойтесь успокойтесь потому что не надо будет как-то вот ни за что переживать как-то вам наплевать будет все эти трудности сложности перестанете как-то жертвить расстраиваться переживать сами себе иглы в сердце вкалывать и придете вот каком-то знаете празднику легкости знаете поймете что вы выбираете свой путь путем того что на чем вы фокусируетесь вот на чем вы концентрируете свое внимание тут путь вы и выбираете для себя и здесь как будто бы концентрация энергии идет на на праздник на на легкость ну знаете вот на счастье на что-то хорошее вы как будто бы переключитесь из страданий негатива и будете больше акцент делать на на чем-то таком хорошим приятным интересным для вас вы перестанете себя наказывать вот еще раз говорю наказывать тем что я никуда не иду у меня все устраивает я ничего не хочу здесь идет завершение завершение да вы вы пройдете тот урок который вам нужно пройти вот и вам будет дан шанс на рождение чего-то нового ну классно все не буду втаскивать карты так говорится чтобы ничего не испортить вышел тушь пиндакли что еще может быть лучше туза пиндакли удача нет все все хорошо будет да здесь вот изменения нехороший бой плане того что знаете придет к вам какое-то осознание до зрело здесь психологическая зрелость наступила то есть человек как будто бы проанализировал весь свой путь принял необходимое решение и сделал то что нужно сделать да и вот как-то взросло взросло подходит ко всей ситуации вообще к своей жизни не серьезно плане серьезности а в плане такого знаете взрослого зрелого подхода который человек который не напрягается до 6 задачи по мере их поступления такая у меня была для вас третья позиция благодарю вас всех за внимание хочу пожелать вам отличной прекрасной новой недели и хороших выходных солнечных теплых всего вам самого наилучшего до новых раскладов пока пока